Вот у меня отравка от мышей. Мышек кормим. Так, мусор убирать. Работа Татьяны Букреевой в прямом смысле грязная. Она вычищает мусоропроводы. Каждое утро вывозит из многоэтажек по несколько тележек бытовых отходов. И так уже 30 лет. О смене профессии даже не думала. Её работа необходима людям. Всё бывает. И грязь, и засоры бывают. Забивают, пробиваю, хожу палкою. Стараемся. Убираем, моем. Убираю каждый день. Убирает она добросовестно. Чист у нас всегда. Во дворе и везде. Замечаний никаких нет. Мы довольны ей. Дворники, водители мусоровозов, слесари, сантехники, электрики. От их труда тяжёлого и сложного зависит комфорт каждого из нас. Жилищно-коммунальное хозяйство Липецкой области – это более 200 тысяч жилых домов. Более 2 тысяч километров теплотрасс. Столько же объектов водоснабжения и водоотведения. Почти 10 тысяч электрических подстанций. Сегодня Липецкая область – одна из наиболее насыщенных коммуникациями и услугами ЖКХ. 100% газификация. Большой процент централизованного водоснабжения. В частности, в 2015 году ещё 5 тысяч домовладений перешли на централизованную систему. Это, конечно, организованный оборот бытовых отходов. Это программы по переселению из ветхого жилья. Это капитальный ремонт. Вопрос аварийного и ветхого жилья для области был больным 7 лет назад. С того момента отремонтировали почти 1700 многоквартирных домов. Переселили в новое жильё около 9 тысяч жителей. Практически завершена работа по централизации региональной системы водоснабжения и водоотведения. Сегодня водопроводом пользуется более 95% населения. Одновременно идёт работа по обеспечению жителей области качественной питьевой водой. Она поступает в дома полностью из скважин. Уют, тепло, комфортное пребывание в наших домах, квартирах, госушреждениях. Бесперебойная работа вашей отрасли, стабильная работа, особенно в зимнее время – это всё ваша заслуга. За профессионализм и преданность своему делу почётными грамотами главы региона и областного совета депутатов наградили 50 лучших работников ЖКХ. Около 20 удостоились благодарности Минстроя. Татьяна Фёдорова, Дмитрий Кузнецов, Андрей Зуков. Липецкое время.